ребят всем привет сегодня моё видео будет про кроликов я тут недавно неделю назад купил три самочки крольчихи на ярмарке в кропоткине вот сейчас думаю я давно собирался но как-то все не случалось времени не было в общем сегодня хочу я взвесить их записать их невес и ровно через месяц в этот же день снова взвешу посмотрю какой у них привес на моих харчах харчи у меня это значит сено обычная трава косим сушим даем и значит кукуруза пшеница овес немножко семечек может быть семечки уберу но в общем в общем в основном получается будет кукуруза семечки то есть нет снова какой уже заговариваюсь то значит в основном будет кукуруза овес и пшеница вот такой будет ассортимент по питанию ну вот хочу посмотреть сколько они у меня будут весить через месяц и сколько не весят сейчас сейчас мы с вами отправимся тут у меня между забором небольшой навес там кролики приготовил уже значит весы специальные такие чувствительные покажут там миллимилли миллиграмм покажут ну думаю это будет лишнее в общем вот притащил ручку а то собрался весы поставил коробку поставил ручки нет думаю надо же писать в общем так вот весы значит у меня это весы очень точные маленьких деток взвешивают у меня есть такое в собственности значит так значит включаем весы тарирование здесь есть это значит вес обнуление вместе с вот этой коробкой ну в общем вот по нулям так ручка есть частую положу на мази почему вообще решил я это сделать ну очень интересно вообще сколько они весят эти красавицы такие вот видите ручные я вот радовался что ручные а вот тут ребята говорят типа чем самочка будет злей тем она лучше будет мама вот тут вот тут пришли зрители у меня есть видео два кента петуха так значит начнем наверное то вот серенькая цвета и начнем всего три серенькая беленькая и бабочка потом так и подпишем серая белая и баба да надо еще поймать а вот это у меня такая сама спокойно но она получается самая маленькая уже весы выключились так включаем весы весы по нулям кладем бабочка будет первая что это получается получается бабочка полтора килограмма весит все сейчас мы ее забираем полтора килограмма теперь белую белая на рынке казалось какая-то не причёсанная непонятная так у петуха надо гора продрать орёт так смотрите белая кило 655 сейчас мы тут запишем кило 655 это белая а это бабочка но просто знаете интересно потому что я сам-то особо не заборачивался бабочка а тут сейчас разговорились с подписчиками но люди рекомендуют то что поровать самочек по моему 3500 когда они будут весить я прям сомневаюсь будут они теперь столько весить или нет так что серенькую взвесим в общем вообще почему все это происходит у нас сейчас начался май самки молодые пороваться еще нельзя через два месяца это май пройдет июнь пройдет будет у нас конкретно жара в жару я знаю тоже что особо они не любят поровки значит смотрим серенькая самка тоже весит кило шестьсот пятьдесят пять сейчас запишу так вот они у меня все взвешенные получается значит бабочка весит кило пятьсот семьдесят до белая и серая кило 650 ну так округлим без пяти грамм а по возрасту она маленько будет младше вот эта красотка будет немножко младше но она и по размеру чуть младше так воду вода отдельно воду еще не прикрутил все у меня тут со временем дефицит но обязательно прикручу по корму вот смотрите утром кормил пшеница кукуруза и овес видите осталась кукуруза надкусанная и овес но овес вот они берут шелушат как то и получается что он пустой остается шелуха каким-то образом как будто попугаи у меня так попугаи едят шелуху рубашки остаются от овса вот такие вот у меня девчонки получаются так ну самца думаю может самца тоже ради интереса взвесить вот он какой у меня тут отдыхает сейчас взвесим кстати надо будет сейчас после праздников смотаться в магазин этот ветеринарный и куплю куплю прививки всех проколю чтобы уже на всякий случай знать быть уверенным что все нормально сейчас давайте на пацана тоже взвесим но чисто ради интереса пацан у меня уже три месяца живет на моих харчах если я не ошибаюсь сейчас возьмем его ну и вот вообще к чему я разговор то вел немножко отвлекся взвешу я девчонок взвесил через два месяца будет жара сильно жарко порвать тоже спарывать их ну как в паровку пускать плохо паша кроликам тут жарко хоть тут у меня тенечек вот видите либо специально липу посадил вот эта территория выгула курей вот они туда далеко идут там собака там в конце собака охраняет от диких зверей бывает куницы лазят у меня позапроша в году то ли куница то ли ласка не знаю кто порвала четырех крыльчих хороших ну и вот я в общем теперь там собака стережет здесь вот липа я надеюсь она крону большую сделать красиво все будет смотреться и пчелы будут на мед прилетать но тут вот видите немножко фундамент залил на новый сарайчик хочу сделать а здесь будет выгул это будет как бы тоже открываться торец и куры будут пастись на траву выходить ну может день через день это потом так сейчас пацана взвесим ну и в общем ближайшая опоровка этих девчонок которых сейчас мы с вами взвесили будет или через ну я думаю уже наверное июнь июль в августе блин весы выключаются почему-то чуть-чуть неудобно было удобно если включил бы все попользовался выключил все по нулям ну самец даже рукой берешь тяжелый вот самец весит 2 ну пусть будет два с половиной до без 15 грамм без 25 грамм я думаю два с половиной можно сказать сейчас запишем это так ребят подписал я в общем самец весит 2 килограмма 475 грамм я написал в носках это самец у меня в носках у него носочки на передних лапах и белая грудка такой красавчик еще есть просто черный можно сейчас и его взвесить раз уже пошло взвешивание вот у меня еще черный сидит тоже сидит во временной клетке это клетки надо реставрировать вот видите большие большие слишком зазоры между палок между рейками и бывает если молодые вернее не бывает а было раньше молодежь тут сидела ножку туда проворачивает и выламывали ножки я думаю теперь здесь пол переставить а это девчонок привез самцы начали драться пришлось его сюда временно посадить ну я думаю это временно сейчас посмотрим сейчас посмотрим сколько он весит этот черный в принципе если у меня три самки и два самца то я прекрасно могу допустим один самец покроет этих самочек а потом второй выводок другой самец покроет этих самочек и будут будут же в принципе дети не родные или если одна я честно про кроликов особо не знаю если у них у крольчат мать одна и та же это будут можно таких потом порвать нельзя так а черный весит 2 килограмма 100 грамм вот пожалуйста черный легче 2 килограмма 100 грамм ну в принципе черный тогда наверно первый пойдет врагу а тут а того в носках на племя наверно оставлю в общем друзья подскажите пожалуйста если кто знает можно у кроликов так делать допустим одни и те же самки а разные папаши а потом деток этих между собой порвать нужно ну просто у канареек так можно за кроликов у поросят знаю что так нельзя поросят нельзя все общем такие вот у меня новости сегодня контрольное взвешивание сделали клетка закрывается по такая вот знаете все на старинная закрывашка называется так все девчонок взвесили меню я вам рассказал трава ветки сухой корм и вода вот посмотрим и вообще тоже вот у меня сейчас в голове размышляю как кормить будет правильно потому что многие советуют гранулы ну ребят на гранулы ценник прям такой я вам скажу серьезный к примеру если зерно зерно в сезон можно достать дешевле чем на рынке ту же пшеницу овес кукурузу допустим семечки то гранулы дешевле нигде не достану они все через магазин а пшеницу допустим получают люди пай могут немножко дешевле продать хорошим людям каким я являюсь делают скидки поэтому мне выгоднее будет кормить просто зерном хотелось бы все-таки сравнить какой будет привес если привес будет в принципе нормальный и разница между гранулами но это надо мне как-то самому сравнивать не знаю но может кто-то уже этим занимался поделитесь пожалуйста опытом вот так что я думаю стоит заморачиваться не стоит на эти гранулы потому что я как вот знаю история развития кролиководства вокруг меня там то соседи то дедушки то прадедушки все кормили кукурузой сеном соломой и вперед и все было хорошо даже особо и никаких прививок не делали а сейчас развели разные породы вот это вот типа крупней тушка а иммунитет слабее и тогда получается кролик болеть начинает прививки надо делать то мокрится то на лапках этим натоптыши есть еще у них когда тяжелые лапки болят не на такую срединку найди чтоб универсальное было чтобы росли поменьше болели а там 200 грамм 300 грамм плюсом минусом это я думаю уже будет дело пятое так что по кроликам такие вот пока у меня раздумки все думаю не знаю как быть так здесь коры ходят если что-то у кроликов сыпется они подбирают и еще кстати воруют сено но это сейчас нападываем трава а молодые курята еще пока выходить боятся неделю отсидели сейчас я тут зашел они на пороге сидели вот тут бежали так попробую сейчас немножко вам показать маленьких этих моих курят вот черный стоит слева у кормушки взрослая курица вот идет взрослая курса за вон они там по над стеночкой у них сейчас тихий час они поели хорошо я им открыл банку салат в подвале нашел салат там свекла фасоль перец болгарский с маслом все это как это заправка называлась но посмотрел по сроку уже в принципе можно дать цыплятам помешал с комбикормом все наели с удовольствием и принципе нормально куры все ручные в эти молодые что привез все хорошие кудах чат куры чат мурчат так интересно тоже вечером тишина везде заходишь и у них у каждой свое куры коня в общем друзья пишите в комментариях как лучше как хуже будем думать до скорой встречи продолжение следует подписываться не забывайте всего хорошего до свидания